Может быть и вправду стоит взять и отменить хотя бы линейки в школах, чтобы не подвергать детей опасности? Этот вопрос мы зададим нашему гостю Иванне Каберник, советнику министра образования Украины. Советник это такая позиция, которая позволяет точно знать, что происходит в министерстве, но говорить больше, чем чиновник. Правда, Иванна? Думаю так. Думаю так. Спасибо, что пришли. Вот вы верите, что только за счет одного усиления мер безопасности в школах можно предотвратить последующие возможные отравления? Возможно, стоит сейчас какие-то еще другие превентивные мероприятия провести в школах? Министерство освяти и науки, оно, звісно, не может отвечать за безопасность на местах, это ответственность местовой влады. Да, но министерство все же разислало листа до всех школ, до всех управлений освіти, звернути увагу на эту ситуацию и вжити додатковых заходов безопасности. Но мы считаем, что такие вещи насамперед потребуют профилактики. Такие вещи потребуют постоянной работы. Не один раз, когда вышел сюжет на телебачене, а постоянной работы с школями, с их родителями, про заходы безопасности, про заходы понимания и поведения на массовых акциях. Дети должны про это знать, дети должны понимать, что это часть их жизни. Особенно, враховывая то, что мы живем в Украине, которая воюет, на жаль, мы должны быть осознанными того, что разные инциденты происходят в том числе и на улицах. И это означает, что все мы должны знать правила безопасности, должны знать правила поводжения с неведомыми пакетами. И это так же мают вчители доносить до ученей. Важливо зазначити еще один момент. Дуже важно быть нашими спальниками, так и журналистами, засобом массовой информации и не нагнедать заевую панику. Профилактика, объяснение – это важно. Но давайте честно сообщать о масштабе того, что случилось. Судячи с сообщений полиции, два последних случаев – это был працевый газ из банальных газовых баллончиков. И все схоже на то, что кто-то таким образом хотел уникнуть контрольную или чего-то другого. Поэтому мне кажется, что именно таких случаев точно могла бы обеспечить профилактика. Ивана, в последнее время к вашему ведомству очень много вопросов. Я бы их назвал сезонными. Заканчивается учебный год, начинаются вступительные экзамены в вузы. Родители первоклассников будущих начинают думать о том, какую школу выбрать. И вот давайте обсудим реформу средней школы для начала. Очень много споров было вокруг идеи набирать школы по прописке. А оставшиеся места разыгрывать, грубо говоря, в лотерею. Вам не кажется, что здесь очень много спорных вопросов, как для родителей, так и для самих школ? Давайте, по-перше, погодим, что прописки не существует. Иснует реестрация. И тут сутьева разница. Бо прописка – это когда государство давала дозвіл жить на певной территории. А реестрация – это когда человек просто поведомляет государству, где она живет. Суть в том, что территориальное закрепление территорий за школами существовало завжди. И оно было в том числе прописано в законе. Все школы имели закрепленную территорию. Инше питание, что отдельные школы позволяли себе не выполнять этого, влаштовывали конкурсы, незаконные проверки знаний детей при вступе в первый класс. И конкурсы так же можно было уникнуть, если кто-то мог подзвонить директору, или кто-то мог бы занести конверт. Чи была эта система справедлива? Нет. Чи можно было оставить эту систему, если начинается большая реформа новой украинской школы? Нет. Именно поэтому был выбран тот способ, который используется в большинстве стран, которые имеют развиванные общественные системы. Например, в странах Европейского Союза 84% страны имеют территориально закрепленные школы. И при этом у 66% страны этот принцип значительно жесткий, чем сейчас запропоновано в Украине. Иван, я все равно не понимаю, почему чиновнику, который может позвонить директору школы и приказать что-то там, взять не того ребенка, почему ему не сделать это сейчас? И все ли директора сейчас закроют глаза на конверт, который им все равно принесут? Дивите, регистрация... И тогда они закроют глаза на регистрацию. Ну, по-перше, это порушение криминального статей, статей криминального кодекса 358, и использование заведомо подложенного документа. По-друге, эти документы должны надаваться, и они должны в школе их копии сохранить. Поэтому, мне кажется, что мы говорим про достаточно серьезные вещи. То есть, директоров школ проверять будут? Вот к чему я говорю. Знову же таки, Министерство Освіти не имеет ни следственных подразделений, ни оперативников. В любом случае, если люди знают про порушения законодательства, а это статей 358 Криминального кодекса, они должны поведомить правоохранные органы. Но в любом случае, кто проверял директоров, которые проводили конкурсы? Чем можно было их проверить? Вы вспомнили чиновников и высокопосадовцев, которые могут, как вы думаете, подзвонить. Я хочу вам сказать, что тиск на Министерство Освіти саме от этих людей был шален. И это одна из причин, почему порядок появился так поздно. Потому что силы, которые поведали его принятие, были очень сильными. И именно такая у них была аргументация, что я не смогу, я народный депутат, не смогу влаштовать дитину в ту школу, в которую я решил. Поэтому давайте говорить честно, чтобы проблема была решена, а, конечно, проблема недостатной количества хороших школ, она существует. Но чтобы она была решена, ее нужно признать. Потому что раньше все делали выглядеть, что такой проблемы не существует. Как-то вы там пристроились, решили свою особенную проблему, а то, что другая дитина, которая живет за парканом этой школы в соседнем доме, не была возможности туда попасть, потому что родители не могли денег на хабаря, это никого не интересует. Понятно. Ваше мнение понятно. Давайте теперь о высшем образовании. Вузы тоже у нас, чиновники и депутаты, и министры тоже хотят всегда пристроить свою родню и своих близких. В прошлом году вступительная кампания, вот нужно признать, была все-таки скандальной. Очень много детей, талантливых, умных, которые сдали внешнее оценивание на очень высокие баллы, не попали в институт на бюджет. Трошки не так. Хорошо. Скажите, как было, какие выводы сделаны, и не будет ли она такой же скандальной, как в этом году? Обиженных было очень много, Иван. Насамперед, я хочу сказать, что, правда, такие випадки были, я сейчас поясню, почему, но все эти дети учатся на бюджете, учатся уже сейчас. Все эти окременные випадки были решены. Правда, было близко 200 випадков, когда девушка сдала с НО на высокий балл, 190 и больше, и под 200. Там, в том числе, была девушка, которая сдала на 200, но они не попали на эту обранную специальность. Это было, еще раз скажу, близко 200 детей на всю страну. Какая там была основная причина? Основная причина была в том, что эти дети, будучи уверены, что они сдадут на высокий балл, подавали в один або в два вузы всего, не в девять, а не в девять, как позволено. И они подавали на редкие специальности. И вузы минулого года имели возможность, если они не набрали группу 5 детей, не открывать группу. То есть эти дети не попали на обранную специальность, потому что их университет не открывал группу. Но все эти, во-первых, это изменено. В этом году университеты не смогут уже по факту сказать, извините, мы не открываем группу. Такая возможность остается только для технических и природных дисциплин, потому что там, правда, маленькие группы. И все вопросы этих детей были вырешены. Все они попали в другую университет и учатся на бюджете. Хорошо. Посмотрим, как будет в этом году. Спасибо вам за этот разговор. На мои вопросы отвечала Иванна Коберник, советник министра образования Украины.